Мы вам рассказывали в пятницу, кто такой бизнес-аналитик. Я знаю, вы тут рисовали красивую картинку все вместе. Помните? Сегодня будем чуть поподробнее рассматривать. Но так как у нас очень мало времени, мы будем поверху. Все по чуть-чуть брать, чтобы сильно вас не нагружать. Рассмотрим основные виды требований к ПО. Что такое ПО, знаете, да? Хорошо. И способы их документирования. Естественно, не все способы, а только самые основные, самые простые. Но чтобы это было не очень скучно, давайте рассмотрим пример. Пример этот я люблю. Я его часто применяю, потому что все его знают. Представим, что к нам пришел владелец пиццерии. Хочет заказать разработку веб-сайта для представления информации в своем ресторане, привлечения клиентов и организации доставки еды. Все, наверное, когда-нибудь пиццу заказывали, да? Онлайн. Все заказывали, да? Все-таки сидите с кроканными глазами. Хорошо. На этом примере мы как раз будем смотреть, какие есть требования. И начнем мы с самых первых, самых основных, когда к нам пришел владелец. С чего мы начинаем? Мы начинаем с бизнес-требований. Чуть немножко обрезанно, ну ладно. Определение для начала, да? Высокоуровневое бизнес-обоснование, которое должно помочь организации поднять прибыль, снизить затраты, улучшить обслуживание, соответствовать регуляторным требованиям. Не очень понятно, да? Или все понятно, да? Давайте подумаем вместе. Мы сегодня будем думать вместе, чтобы вы не спали. И с задней ряды тоже. Какие могут быть требования у заказчика, который к нам пришел? Давайте мы ему придумаем какое-нибудь имя. Потому что надо всегда к человеку относиться с душой. Давайте. Давайте, предлагайте. Не спим. Отлично. Виктор, отчество. Хорошо. А отчество давайте. Погромче. Давайте. Виктор Робертович Сой. Хорошо. Что он хочет от нас? Давайте подумаем. Жить. Да, естественно, он хочет жить. Чтобы жить, ему нужны деньги, правильно? Он не хочет разориться, он хочет зарабатывать. Он поэтому накопил какой-то капитал, пришел с этим капиталом к нам. Он, естественно, хочет, чтобы этот капитал приумножился, чтобы его ресторан процветал, чтобы у него было больше клиентов, правильно? Что еще он хочет? Да, он хочет стать более известным. В общем, по факту, в результате, он хочет больше клиентов и больше прибыли, правильно? Но как этого достичь? Надо распространить информацию себе, да? Надо как-то привлекать клиентов, какие-то акции, допустим, да, придумывать. Но кто узнает об акциях, если нет сайта? В наши времена сейчас без интернет-сайта, без веб-сайта. Никто даже не узнает об этом месте, если только не наткнется случайно по дороге. Но это не тот способ, которым сейчас привлекают клиентов, правильно? То есть, что он хочет? Он пришел, он говорит, хочу, чтобы в моем ресторане узнало больше людей, хочу увеличить количество клиентов, хочу увеличить прибыль, хочу, чтобы мой ресторан был лучше в городе, да? Ну, для начала, например, а потом он, допустим, может быть, захочет сделать сеть всероссийскую или вообще мировую, в зависимости от того, какие у него амбиции, правильно? Но для начала он пришел к нам, он хочет сделать сайт. Это бизнес-требования, требования нашего заказчика, требования бизнеса. Они всегда, ну, почти всегда о деньгах, о прибыли, о клиентах, вот об этом во всем. Понятно? Еще у заказчика очень важно выяснить проблему, которую он хочет решить, потому что не всегда это именно… Ну, часто бывает это отток клиентов, да, или недостаточно количества клиентов, либо какие-то убытки, либо недовольство посетить или чем-то. То есть всегда надо знать, какую проблему мы решаем, либо набор проблем. Потому что если человек пришел, просто попросил сделать и мне сайт, а мы будем, да, давайте диктуйте, какие там хотите странички, какие функции, но сейчас так уже мало кто работает. Обязательно надо исходить из проблемы, которую мы решаем. Ее мы должны узнать, проанализировать и в соответствии с этим уже предлагать сами фичи. Мы можем сами их предлагать, нам не обязательно мучить клиента, и вы спрашиваете у него, какие он там хочет кнопочки и какие странички. Требования заинтересованных лиц – это второй вид требований. Кто такие заинтересованные лица, знаете, примерно? Это лица, которые заинтересованы в разработке. Это все, кто как-то влияет на разработку, все, на кого эта разработка в дальнейшем может повлиять, кто это может быть. Но, естественно, это наш заказчик, он тоже входит в число стейкхолдеров, заинтересованных лиц. Это пользователи конечные, target audience по-английски называется, целевая аудитория. Это те люди, на которых мы ориентируемся при разработке сайта. Это тоже очень важная группа людей, для которых мы делаем. И насколько мы удовлетворим их потребности в результате, настолько будет удачным продукт. Поэтому об этом очень важно думать в самом начале. Так, кто у нас еще? Ну, кто у нас еще может быть заинтересован лицом? Задний ряд. Не хочет никто сказать? Поставщики, да. Ну, да, может быть. В пиццерии кто еще у нас есть? Да, ну, станция, это как мы можем вообще, как регуляторы какие-то, да? Которые сверху могут накладывать ограничения на требования. Кто у нас работает в пиццерии? Пекари, да, могут повлиять. Кто? Водитель, да. Курьеры, да. Ну, пока их у нас, допустим, нет, потому что доставка пока не реализована, потому что веб-сайта нет, да? Пока есть ресторан. Там, скорее всего, есть администратор. Наверняка должен быть. Кто-то должен управлять персоналом, есть официанты, правильно? Здесь кто у нас есть? Вот эти две девочки. Как вы думаете, кто они? Да, ну, допустим, вот эта вот веселая девочка будет нашим потенциальным клиентом. А вот эта серьезная девочка будет администратором нашей пиццерии. Мы не будем сильно усложнять, мы будем делать наш веб-сайт для двух ролей. Ну, даже будем считать третью роль, которая не зарегистрирована, просто кто-то смотрит, не залогиниваясь. Будем считать для трех. То есть у нас есть пользователи, не зарегистрированные, которые просто открыли сайт, они просто смотрят, они ничего не покупают, ничего не делают. У нас есть пользователь, который зарегистрирован, чьи данные у нас есть, допустим, которому не надо потом будет заполнять своими данными каждый раз заказ. Он залогинился, допустим, может быть, у него даже есть какие-то дисконты, какие-то скидки, у него есть профиль, история заказов, что-то такое. И у нас будет администратор, который будет что-то делать на этом сайте, мы сейчас разберемся, что именно. Ну, давайте начнем вот с этой веселой девочки. Представим, что это студентка, давайте придумаем ей имя. Какие варианты? Маша. Хорошо, Маша. Вообще, вот почему я заставляю вас придумывать имя, я знаю, что-то может быть странно прозвучит, но на самом деле это очень распространенная техника. Это называется юзер персона. Когда, ну, чтобы быть более, чтобы понимать человека и его потребности, мы придумываем персону конкретную, да? То есть мы не просто абстрактно, вот там есть какая-то студентка или какая-то там группа студентов, на которую мы будем ориентироваться. Чтобы четче понимать, на кого мы ориентируемся, мы представили, что есть вот такая студентка Маша, да? Да, допустим, она учится на очном отделении в ВГУ, учится первую половину дня, потом она бежит на какие-нибудь, не знаю, танцы, фитнес, потом вечером она бежит на какие-нибудь свидания. Вот. Она там как приличная девушка ничего не ест, а вечером она приходит домой, может быть, она живет в какой-то съемной квартире с другой девочкой и, естественно, готовить никому из них не охота уже вечером. Вот. И они думают, что бы нам поесть. Ну, что самое простое, взять с телефона быстренько натыкать себе пицц, может быть, одну-две, чтобы на ночь много не есть. Вот. И им быстренько доставят все, они покушают и посмотрят, может быть, какой-то фильм, лягут спать. Ну, вот в таком духе. То есть, когда вы кого-то конкретно представляете, вы можете несколько персон из разных групп себе придумать, сделать там фотографию, описание, имя, занятие. И вам проще понять, что этот человек в результате будет хотеть от продукта. Особенно, если это какие-то сложные продукты, да. Но у нас простой. Давайте попробуем сформулировать требования Маши. Что она хочет? Да. Ну, в целом, в целом, изначально. Что? Да. Вот это самое основополагающее, что она хочет. То есть, она хочет покушать изначально. Она не хочет готовить. Она не хочет никуда идти за этим, правильно? Вот. Но после этого она, конечно, хочет подешевле. Она хочет, чтобы это все было удобное, быстрое и так далее. Но мы не будем сильно в детали закапываться. Так, я пока не буду открывать, у нас еще админ. То есть, изначально она хочет покушать. Просуммируем. Все забыли уже. Ладно, покушать, не готовить, не ходить, чтобы все принесли, чтобы было удобно и быстро. Если коротко. Что администратор у нас может хотеть? Работали, да. Ну, да, чтобы подчиненные работали хорошо, но в разрезе нашего веб-сайта. Чтобы они были довольны, допустим, да, чтобы не было жалоб. Чтобы все было под контролем. Но вот именно на сайте что она может делать? Ну, подумайте. Вот у нас сайт, там меню, там заказы. Что администратор с этим будет делать? Ну, а вот у вас есть вопрос, как я делаю, что администратор с этим делает, что администратор с этим делает. Да. То есть, ну, мы не будем усложнять сильно. Ответ правильно был. Она хочет заказы менеджерить, управлять заказами. Правильно? Ну, и, вероятно, допустим, если что-то в меню будет меняться, она будет хотеть иметь возможность это исправить. Правильно? Ну, это самые простые базовые функции, которые мы будем на нашем сайте делать. Вот, собственно, что мы и сформулировали. Ну, да, чтобы сотрудники пользователей не жаловались, потому что администратору приходится с этим всем разбираться, с всеми жалобами. Она хочет, чтобы там было все эффективно. Чтобы заказ поступил, его сразу обработали, сразу повару отдали, повар быстро сделал, отдали курьеру. Курьер отвез, все счастливы. Чтобы не было каких-то заминок, не было каких-то проблем, если сайт работает недостаточно хорошо с заказами, если есть какие-то задержки, будет обязательно недовольство. А если недовольство, значит, потери клиентов, потери прибыли. Понятно с этим, да? Так, заинтересованными лицами понятно. Требования к решению. То есть вы собрали требования бизнеса, собрали требования пользователей, с этим всем разобрались, но, понятное дело, с этим к программисту прийти не самая хорошая идея, да? Потому что вот по таким требованиям программисту будет сложно что-то сделать конкретно, правильно? И тестировщику тоже будет сложно проверить. Он, конечно, может там, исходя из собственных каких-то заключений, сделать сайт, так как он сам хочет. Но нам надо сделать так, как наши пользователи хотят, чтобы в результате бизнес-требований были удовлетворены. Поэтому бизнес-аналитик. Ну, вы рисовали в прошлый раз картинку, да, что вот требования идут к бизнес-аналитику. Он их там анализирует, он все продумывает. И, исходя из того, что к нему пришло, он прописывает требования к решению. То есть он прописывает детали того, как это решение должно быть реализовано. Какие у нас могут быть здесь разновидности? Самое базовое разделение – это функциональные и нефункциональные требования. Слышали что-нибудь про такие? Нет, видимо, да? Но если очень просто говорить, функциональные требования – это набор функций, которые будет выполнять наше приложение. То есть просто вот что оно будет делать, что пользователь сможет сделать на этом сайте. Нефункциональные требования – это критерий качества, то, как приложение наше будет выполнять вот эти наши функции. Каким образом? Но чуть позже я подробнее вам объясню. Функциональные требования. Возможности продукции, продуктов, функций, которые должен выполнять продукт для пользователей. Какие у нас будут здесь функции? Вот вы открываете сайт. Вы – пользователь. Какие действия вы можете сделать на этом? Да. Самое первое, что вы делаете, это вы смотрите. Там есть меню, там какие-то картинки, короткое описание. Вы это все листаете. Что там еще для эффективности должно быть? Допустим, вы хотите какую-то конкретную пиццу. Как вы будете ее искать? Ну, вот у вас меню там 100-500 пицц. Вы хотите конкретно, вы уже пробовали, что вы будете? Поиск, да? А если у вас, допустим, аллергия на что-то, вы хотите найти все, что нет, допустим, да? Да, сортировка, фильтрация. То есть, знаете разницу, я думаю, да? Сортировка, когда мы просто располагаем в разном порядке, да? Там по алфавиту, по цене, по популярности, как угодно. Но мы показываем все наши пиццы. А фильтрация, когда мы выбираем что-то конкретное по конкретному признаку. Например, там все пиццы на томатной основе, томатным соусом или как-то со сливочным. Понятно, я думаю, да? После того, как он посмотрел меню, что он должен делать? Логично, какое действие. Да, то есть он будет выбирать какие-то пиццы, добавлять в корзину себе, правильно? После того, как он все это добавит в корзину, он что делает? Идет в корзину смотреть, правильно? В этой корзине он что должен уметь? Да, да. То есть он видит полный список того, что он заказал. Смотрит сумму, говорит, ага, слишком много, давай-ка выкину лишнее. Выкинул там парочку пицц, допустим. Либо пошел еще посмотрел, может быть, что-то подороже. Наоборот, подешевле еще нашел. Посмотрел. Допустим, все его дальше устраивает. Что дальше он должен делать? Вот у него есть список его пицц. Он готов сделать заказ. Что он делает? Да, ну, нажмем, допустим, оформить заказ. Ему, ну, как обычно, вываливается, если он не регистрировался до этого, страничка с полями, с данными, которые он должен заполнить. То есть его имя, фамилия, адрес, куда надо доставить, номер телефона, по которому надо будет позвонить, чтобы согласовать доставку, допустим, так. И что еще у нас там важное? Ну, чтобы оформить заказ, что очень важно сделать? Не очень слышно. Да, самое важное – это заплатить денежки. Правильно? Иначе для чего все это было? Ну, с точки зрения, естественно, заказчика. То есть способ оплаты. Допустим, там будет ручной, ой, ручной, господи, наличные и онлайн оплата картой. Еще какой бы есть способ? Да, можно при получении тоже, либо наличными, либо картой. Либо сразу на сайте мы можем платить только карты, и курьеру можем отдать наличные, либо платить картой. Вот здесь он может выбирать. Все он выбрал, допустим. Допустим, он оплатил картой. Нажал, что все оплачено. Все, администратору пришел этот заказ. Он его видит, он может его дальше отправить поварам. Ну, вот, собственно, краткое содержание того, что мы сейчас обсудили. Меню фильтровать. Просматривать детали тоже мы забыли. Не всегда понятно по короткому описанию, что там конкретно содержится. Поэтому часто делают по нажатию на короткое описание, на картинку, открывают целую страницу, в которой есть подробное описание ингредиентов и всего, что там может быть на эту тему. Так, добавлять картину, редактировать и оформить заказ. Администратор вносит изменения в меню детали блюд, видит заказы, меняет статусы заказов. Но менять статусы заказов понятно зачем, да? Извините. Чтобы они не висели там все старые заказы, да? То есть по мере того, как они выполняются, они должны исчезать. Им, допустим, поставил статус, отправлено, все хорошо, все, он исчез, этот заказ, и ему видны только актуальные заказы. С этим понятно? Нефункциональные требования. Давайте я сразу открою. На самом деле нефункциональных требований очень много. Самых основных очень много, и они здесь далеко не все. Я просто сейчас расскажу про наиболее популярные, не то, чтобы популярные, но наиболее приемлемые для нашего примера. Самое первое – это требования к производительности. Performance по-английски. Что это может быть, как вы думаете? Если думать про наш веб-сайт, что такое производительность веб-сайта? Сколько человек? Да. Это, во-первых, сколько человек. Мы должны аккуратно спросить заказчика, сколько он ожидает, примерно, клиентов на своем сайте иметь. Это нам нужно для того, чтобы понимать, сколько, допустим, серверов у нас будет поддерживать этот сайт, и сколько в результате денег он должен будет за них заплатить. Также это про скорость работы, про скорость отклика. Если человек откроет меню, и меню будет грузиться полчаса, естественно, он закроет и уйдет дальше на другой сайт. Даже если сайт будет прекрасный, удобный и замечательный, если он очень долго грузится, никто не будет ждать. Я думаю, вы сами знаете, как это работает. Если что-то долго грузится, вы просто уходите. Но если что-то, это только очень сильно нужно. Но обычно у нас сейчас как, если мы в одном месте что-то долгое не можем дождаться, мы просто идем в другом месте, потому что обычно всегда очень много источников, где можно получить одни и те же данные, информацию или услуги. Удобство использования. Это о чем, как вы думаете? Да. То есть это о том, что человек, вот он открывает сайт, он не должен там думать долго, как же ему там сделать заказ. То есть это все должно быть элементарно, очевидно и, скажем так, по стандартам. Вот как у других, ну вы знаете, примерно все одинаково выглядит, да? Вот какие-то соцсети, там все одинаково, ну примерно. Вот эти вот доставка тоже, там все примерно одинаково. Письмо, например, сделать в каком-то почтовом клиенте тоже. Все там одинаково. То есть если человек тратит больше трех секунд на то, чтобы понять, куда ему надо нажать, чтобы что-то получить, это уже нехорошо. Самые базовые вещи должны быть максимально видны и понятны. Ну на самом деле сейчас не так часто это описывается текстом. Это скорее про wireframe, по-русски это как макеты страниц. Этим занимаются сейчас отдельные люди очень часто. Называются они UX-эксперты, user experience. Они все это знают, то есть как лучше сделать. Они продумывают, ну во-первых, они соответствуют всем стандартам каким-то, вообще принятым. А во-вторых, они стараются сделать это красиво и более привлекательно, чем у конкурентов. Потому что всегда надо смотреть на конкурентов и стараться сделать лучше, иначе не залетит веб-сайт. Поэтому вот эти люди, они, кстати, тоже персонами очень увлекаются. Они любят придумывать людей, чтобы на людей ориентироваться, как раз на конечных пользователей. Часто, когда вот эти макеты страниц готовы, они могут быть кликабельными, как по-русски, то есть на них можно нажимать, и будут переходы на другую страницу, допустим. То есть это просто как схема такая, но когда у вас есть что пощупать и понажимать, это гораздо проще понять, что вы упустили, например. Когда вы можете дать это что-то людям, ну взять, например, кого-то из толпы, иди сюда, потыкай, пожалуйста, вот сюда, и скажи, что тебе нравится, что нет. Тут вы еще, по сути, даже денег толком не потратили много, но вы уже попробовали на чем-то, на ком-то это протестировать. И если какие-то есть проблемы, какие-то недочеты, это исправляется, и потом уже полноценный дизайн создается и так далее. Про безопасность. Безопасность – это в основном про то, что данные должны быть защищены, они не должны подвергаться каким-то атакам. То есть если атакам подвергаются, то мы должны от них защищаться. Но тут требования к безопасности могут быть очень разные, и чувствительность к безопасности у приложений может быть очень разная. Если приложение хранит какие-то персональные данные, особенно если это в Европе, там есть отдельный регулятор на это, и с этим очень строго. Там, если не соблюдать требования GDPR, это называется сейчас, очень большие штрафы можно получить. Поэтому к этому надо относиться серьезно. Также это про всякие требования к паролям, к ведению логов, аудитов, то есть чтобы вы знали, что у вас происходило в системе, на всякий случай, что куда уходило, какие данные и так далее. Итак, совместимость. Совместимость? Про что, как вы думаете? Вот у нас есть сайт с доставкой. Мы будем его где смотреть? Да, с браузера. А если мы возьмем, допустим, наш телефон, то с мобильного браузера, допустим, да? Также заказчик может захотеть приложение мобильное. Потому что сейчас очень многие делают приложение, и чтобы привлечь туда клиентов, говорят, первые там заказы со скидкой 20% из приложения, например, так, да? Чтобы популяризировать свой ресторан, опять же. Что мы должны обязательно в этом требовании указать? Заказчик, конечно, придется, скажет, я хочу, чтобы оно работало вообще везде, на всех браузерах. Не то, чтобы каждый заказчик так скажет, но он может теоретически так сказать. Хочу, чтобы везде работало, чтобы везде было круто и все супер. Но в этом случае просто надо объяснить, что всего очень много. Делать так, чтобы поддерживалось все, это очень ресурсозатратно. То есть, может быть, даже это и невозможно на самом деле. Это можно… Ну, там, браузеры мы берем, обычно самые последние, самые популярные. Можно посмотреть статистику использования браузеров, мобильных платформ и так далее, по регионам, по разным странам. Сейчас есть и сервисы бесплатные, где можно всю эту статистику найти, чтобы выделить наиболее популярные конфигурации, для которых мы будем все это делать. Скорее всего, они будут работать и на других конфигурациях, но гарантируем обычно какой-то конкретный список, потому что все это надо будет тестировать. Если вы гарантируете, что это будет работать, значит, тестировщики на всем на этом проверяли, на том списке. Если он не будет прописан, то на чем они будут проверять, непонятно. Локализация – это о языках, о культурах, скажем так. Допустим, наш сайт будет на русском, да? Может быть, он будет еще на английском. А что еще помимо языков здесь может отличаться? Допустим, если это американский сайт. Ну, время, цены. Да, то есть это валюта, это формат дат, формат чисел. Суммы там по-разному пишутся. И так далее. Разные разделители и прочее. Вот. Это самые основные нефункциональные требования, чтобы вас сильно на сегодня не грузить. Вот. Их много. Если будет интересно, поищите. Есть еще переходные требования. Это о том, что нам надо будет сделать для того, чтобы наш сайт заработал. Но потом эти требования уже не будут актуальны. Ну, в данном случае сразу покажу. Допустим, это перенос данных в новое ПО и какое-то обучение персонала. Не факт, что все будут счастливы. Там повара, или может быть администратор по каким-то причинам скажет, ой, зачем мне вот эти проблемы. Вот. Но со всеми надо поговорить, всех надо успокоить и объяснить, что это все будет хорошо. Обучить пользоваться этим сайтом. Рассказать, как что делать и так далее. Чтобы все были спокойны, счастливы и работали. Все вместе и не ссорились. Но это в упрощенном варианте, конечно. Так. С типами требований разобрались более-менее. Помните, какие там были? Кто помнит хоть одно? Да, функционально-нефункционально. А с чего мы начали? Кто к нам пришел? Заказчик. Какие он требования принес? Чуть не подсказала. Как они называются? Требования от заказчика как называются? Самые первые. Бизнес-требования, да. А требования от пользователей и остальных как называются? Не помню? Да-да-да, молодцы. Не все спят, молодцы. Хорошо. Как мы все эти требования теперь описываем? Очень по-быстрому давайте. Вот эти требования бизнеса, требования заинтересованных лиц, которые очень высокоуровневы, которые в самом начале мы записываем в Product Vision документ. По-русски образ продукта. То есть мы туда записываем основные проблемы, мы анализируем заинтересованных лиц. Анализируем, значит мы их всех выявляем, чтобы никого не забыть. Потому что если мы забудем требования каких-то лиц, то это может плохо закончиться, если кого-то не учесть. Получше, что продукт не выполняет какие-то функции очень важные. Собственно, записываем бизнес-требования, высокоуровневые требования заинтересованных лиц, описание текущего и будущего процессов, границы проекта. Границы проекта – это о том, какие функции мы будем делать в рамках проекта. То есть не факт, что мы все будем туда включать. Часто начинают с какой-то ограниченной версии, называется MVP, минимальный жизнеспособный продукт. Чтобы много денег не тратить сразу, можно сделать небольшую версию, которая будет работать, то есть она будет жизнеспособная. И посмотреть, как она вообще пойдет, и посмотреть, в какую сторону потом дальше развивать этот продукт. Для этого нужны границы проекта. Мы пишем, что вот сейчас мы делаем вот это, вот это, вот это, а вот это, вот это у нас за границами. Ограничения. Ограничения, например, могут быть по срокам, по бюджетам. Разные могут быть технические какие-то ограничения. Могут быть ограничения, связанные с регуляциями внешними и так далее. Риски. Риски, если мы видим какие-то проблемы, которые могут у нас возникнуть, то желательно подумать об этом заранее и придумать этот план, скажем так, если эти риски все-таки случатся. Это такой высокоуровневый продукт, документ. Дальше. Когда мы переходим к деталям. Вот один из вариантов описания требований, это больше к функциональному, я бы сказал, относится. Очень популярная такая вещь, называется User Story. Пользовательская история. На нее формат абсолютно конкретный. Вот здесь можете прочитать. Они очень короткие. Как пользователь я хочу что-то получить с такой-то целью. То есть мы, по сути, вот этими короткими фразами описываем наши функции, которые у нас будут. То есть мы как раз эти границы проекта формируем. Нам не надо вот в Agile. Не знаю, вам рассказывали про Agile, Waterfall или нет? В этой летней практике. Не было? Про Agile рассказывали, да? Нет? Agile и Waterfall. Два подхода к разработке. Ну, в общем, если очень просто, Waterfall – это такой последовательный проект, процесс, где бизнес-аналитик должен в самом начале детально все от начала до конца расписать. И потом изменения там уже не приветствуются. То есть вот, как вы описали, так вы это все делаете до самого конца. Все там друг за другом идет. Agile – это гибкий процесс, когда мы готовы к изменениям, когда мы делаем все короткими итерациями. Допустим, две недели сделали кусочек, выпустили. Потом еще две недели, еще кусочек прибавили. К первому кусочку все выпустили. А потом еще третий кусочек сделали, прилепили его опять туда. И у нас потихонечку вот так вот нарастает продукт. И нам проще что-то менять по ходу процесса. Мы можем менять требования, как угодно. Поэтому UserStory – это такая вещь к Agile относящаяся. Она не содержит сразу много деталей. То есть мы просто определяем, какие у нас будут основные функции. Когда мы доберемся на десятую итерацию до этой UserStory, мы ее распишем детально. Понятно это или не очень? Если есть вопросы, вы можете меня останавливать. Как, в общем-то, расписать? Понятно, что по одному предложению сложно сделать, что-то реализовать. Программист будет приходить и спрашивать миллион вопросов. Потом будет приходить тестировщик, спрашивать миллион вопросов. Поэтому каждая UserStory расписывается критериями приемки, acceptance критериями. То есть здесь вы прописываете детали. Например, у нас пользовательская история. Как покупатель, я хочу иметь возможность видеть меню, чтобы выбрать блюдо, которое я хочу заказать. Вот эта часть после штоба, кстати, достаточно важная вещь. Ее иногда прокидывают. Но на самом деле это делать не стоит, потому что здесь мы как раз всегда указываем ценность нашей UserStory, нашей функции. Если вы не знаете, в чем ценность, то надо подумать еще раз, а есть ли смысл вообще это реализовывать. Правильно? Всегда надо понимать, с какой целью вы что-то делаете. Если вы делаете что-то бесцельно, то, может быть, надо это не делать, тогда времени тратить. Критерии приемки. Здесь, в общем-то, детали. Вот у нас мы пишем про меню, чтобы разработчик понял, как его сделать. Мы пишем, что меню на главной странице, оно содержит список всех блюд, разделено на категории, допустим, что краткая информация о блюде включает в себя то-то, то-то, что блюда в меню можно фильтровать и сортировать, но это мы, допустим, вынесли в отдельную UserStory. То есть у нас будет другая пользовательская история, в которой будет написано, что как покупатель, я хочу иметь возможность фильтровать, сортировать, чтобы быстрее найти то, что я хочу в этом роде. Что можно добавить к этой UserStory, чтобы было понятно? Вот мы про меню написали. Это wireframe, макет страниц. То, про что я вам вначале говорила, про удобство использования, это то, на чем можно, собственно, протестировать. Такая картинка. Она может быть кликабельная. Мы можем, например, вот где-то здесь что-то нажать, и у нас откроется такой же макет, но с описаниями, с детальным описанием. Понятно это? Так проще осознать тот текст, который вот здесь написан, соотнести его с картинкой, и это будет гораздо проще сделать. Что еще может быть? Различные диаграммы. Здесь просто пример. Диаграммы нужны тоже для визуализации. Если вы будете описывать какой-то сложный процесс, но вот это достаточно мало здесь квадратиков, бывают диаграммы, где все гораздо запутаннее, больше и мельче. Хотя, конечно, надо всегда стараться не делать очень мелкие детальные диаграммы, потому что сложно их читать. Но в любом случае это будет понятнее, чем вы будете читать текст. Когда у вас идет какое-то разветвление, какие-то условия, это словами достаточно сложно описать. Вернее, вы можете описать, но разобраться в этом будет сложнее, чем глянуть. Вот у вас там ромбик с двумя стрелочками, вам сразу понятно, что там либо то, либо это. Правильно? Вы же рисовали, наверное, диаграммы в своих вузах, в технических направлениях. Что-то вы сидите вообще. Вы из технических факультетов рисовали ромбики со стрелочкой? Молодцы. Вот это... Вот вверху это BPMN. BPMN – это описание бизнес-процессов. Есть еще нотация UML, но это не нотация, это Unified Modeling Language, язык моделирования. Там есть много разных подтипов диаграмм для разных случаев. Если будет интересно, тоже можете посмотреть. Вот это вот внизу, квадратик с овалами и с человечками, это use case диаграмм, например. В принципе, мы можем все наше приложение про пиццу одной вот такой вот картинкой нарисовать. У нас там будут наши пользователи, наш покупатель, администратор. И вот эти вот овалы – это функции, которые они будут выполнять. Это должно быть верхний уровень. И вот эти вот овалы, на самом деле, это use case, сценарии использования. Они выглядят вот так. Это второй формат, который я вам сегодня покажу. Вот в Double User Story, там последовательность действий сложно описать в том формате. А вот если вы хотите описать сценарий какой-то, то вот вам use case в помощь. Что она себя представляет? Это, по сути, самое главное здесь – это сценарий, описание последовательности действий. Потом мы говорим, кто эту последовательность действия выполняет. Ну, какое-то краткое описание, чтобы было понятно, идентификатор, чтобы можно было потом сослаться. Предусловие, постусловие. Ну, понятно, думаю, тоже, да? Предусловие – это то, что у нас сделано до сценария, а постусловие – это результат, который мы получили в конце. Есть еще там альтернативный сценарий и исключения. Есть какие-нибудь догадки, чем альтернативный сценарий от исключений отличается? Да, в принципе, наверное, подсказка вам дана. Нет, никто? Нет, 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 нет. Ладно. Основной сценарий у нас, да? У нас здесь пример, просто авторизация на сайте самая элементарная. Допустим, у нас там есть два способа – через Facebook и через e-mail. Мы выбрали через авторизацию используем электронные почты, вводим. Ну, допустим, мы уже там зарегистрированы. Мы вводим свою почту, свой пароль, нажимаем «Войти». Альтернативный сценарий. Вот вместо второго шага мы выбрали зарегистрироваться через Facebook-аккаунт и вошли тоже. Постусловие у нас одинаковые, да? Пользователь успешно авторизован и перенаправлен на главную страницу. А исключение у нас какое? Если пользователь ввел незарегистрированную ранее электронную почту или пароль, не соответствует e-mail. Ну, там что-то съехало в конце. Вот. Он получит об этом оповещение, да? Какой-то красный текст со словами «неправильный пароль» или «неправильная комбинация e-mail пароль». Понятно, да? То есть чем отличается альтернативный сценарий от исключения? Альтернативный сценарий – это вариант такого позитивного сценария, который у нас оканчивается хорошим нашим результатом. То есть в обоих случаях это некое ответвление от основного сценария, куда он может уйти, пользователь, но в результате закончат позитивом. Он будет счастлив в результате. В принципе, постусловия могут быть разные для основного и альтернативного, но они обычно позитивные. То есть все хорошо. А если исключение, это значит, что что-то пошло не так, но про это мы тоже должны обязательно написать, потому что все вот эти вот случаи мы должны тоже продумать, чтобы не случилось так, что мы не написали, разработчик забыл, потом пользователь случайно ошибся, и у него ничего не произошло. То есть у него нет возможности исправить свою ошибку. Он не понял, что он сделал не так. Ему ничего не сказали, и он у нас окажется в полном недоумении. И попробует, может быть, еще раз, может быть, и не попробует, а уйдет сразу, и все. Все вот эти ошибки надо всегда обрабатывать и говорить пользователю о том, что было не так, чтобы он мог понимать и исправлять. Понятно, да? В общем-то, все. Что почитать? Если сможете вот эти две книги найти, будет хорошо. Здесь Карл Виггерс, он более художественный, он более легко читается, легче заходит в голову, потому что там примеры. И, не знаю, он более художественный, проще читать. Он как история. Он там рассказывает разные истории про разные продукты, и вот эти все техники, вот эти вот виды, он там рассматривает. Бейбок – это как справочник. Такое, достаточно сухой, но там проще найти разные определения, разные техники, подходы. И Бейбок используется для сертификации бизнес-аналитиков. В общем-то, все. Есть какие-то вопросы? Вопрос был про курсы. У нас недавно была школа по бизнес-анализу, там был такой обширный набор лекций, 16 лекций, экзамен. И самые успешные у нас сейчас как раз практику прошли, некоторые прошли уже и работают. Некоторые сейчас в процессе тоже закончат, будут работать. Мы надеемся, что она будет. Но у нас пока сейчас .NET академия, по-моему, началась. То есть вот так по очереди сейчас мы… Потому что хочется потом взять людей тоже к себе, но не всегда есть возможность это сделать. Поэтому сейчас какое-то время пройдет, и, я думаю, возможно, будет еще один заход. Еще есть вопрос? Можно я задать вопрос? Нет, интересно. Кто из них сейчас выбирает компьютера, соответственно, на них есть? Вот это компьютер не может? Нет, компьютер не может. А кто не может? Ну, вот эти бизнес-требования, например, понять проблемы, придумать решения. В самом начале. Когда к нам пришел человек, у него есть… Где он? Наш. Вот. Он хочет решить какую-то проблему, допустим, ему не хватает… Может быть, клиенты уходят, может, он хочет увеличить прибыль, он хочет сделать известный свой сайт. Как вот компьютер проанализирует, что ему сделать? Ну, вероятно, он нам предложит сделать и веб-сайт. А что на этом сайте, да? Мы должны пойти, найти свою целевую аудиторию, поговорить с ними, например, проанализировать все. Это только человек, да, и в идеале с опытом уже в IT. Потому что, по сути, бизнес-аналитик как раз разрабатывает это решение максимально эффективно, чтобы оно принесло вот эту вот прибыль и решило проблемы. Спасибо за вопрос.